Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Садитесь, пожалуйста. Сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы с вами подослаждать на тему В чем воля Божья для меня? Часто, дорогие друзья, в этой жизни мы, верующие люди, христиане, об этом молимся, об этом спрашиваем и хотим знать волю Божью. Но на самом деле, дорогие друзья, воля Божья нам известна или неизвестна? Некоторые христиане говорят, что для них во многих вопросах воля Божья неизвестна. Но на самом деле, наверное, эти христиане просто оправдывают самих себя, чтобы не исполнять волю Божью. Да, есть вопрос, некоторый вопрос, когда мы, дорогие друзья, братья и сестры, может быть, что-то непонимание. И неосознанно мы, может быть, это говорим. И таким образом, кажется, мы оправдываем себя. Как я уже сегодня сказал, когда я прочитал евреям 13 глава, 16 стих, что общение – это жертва. Я покажался перед Богом и сказал, Господи, прости меня, и теперь дай мне силы для того, чтобы именно общаться с тобою, общаться с братьями и сестрами, общаться с другими людьми, жертвовать собой. Потому что в этом вопросе напросто я оправдывал себя и не хотел, дорогие друзья, общаться, возможно, с людьми, которые мне не нравятся. И вот давайте мы прочитаем Псалом, 142-й, 10 стих. «Научи меня исполнять волю твою, потому что ты, Бог мой, дух твой благий доведет меня в землю правды». «Научи меня исполнять волю твою, потому что ты, Бог мой, дух твой благий доведет меня в землю правды». Итак, часто мы задаем этот вопрос и говорим, что воля Божья для нас это тайна. Но на самом деле воля Божья является ли для нас тайной? Как нам сегодня, христианам, избавиться от таинственной воли Божьей, от таинственности воли Божьей? Как нам сегодня избавиться? Это самый важный вопрос, который определяет нашу дедальнейшую христианскую жизнь. И вот в псалме мы читаем, Господи, научи меня исполнять волю Твою. Самобелец не говорит о том, Господи, дай мне понимать волю Твою. Самобелец не говорит, дай мне познать волю Твою. Хотя вот это слово, познать волю Твою, есть в священном писании. Самобелец не говорит о том, дай мне найти волю Твою. А он говорит, дай мне исполнять волю Твою. Он говорит о том, дай мне осознавать волю Твою, чтобы она состоялась в моей жизни. Когда христиане говорят, что в общем-то мне непонятна воля Божья, и я не знаю в том или другом, воля Божья это или нет, то мы просто оправдываем себя, чтобы не выполнить воли Божьей в нашей христианской жизни. Поэтому, дорогие друзья, нам важно научиться исполнять волю Божью. Воля Божья для человека, для верующего христианина, открыта в священном писании. Вот здесь все записано для человека. И здесь говорится о воле Божьей. И каждый верующий христианин, который читает книгу Библию, он знает волю Божью. И поэтому мы должны научиться исполнять ее в нашей жизни. Вы знаете, некоторые скажут, нет, мне воля Божья не открыта. Не открыта, потому что, наверное, я не молюсь. Не открыта, потому что, наверное, я не читаю Библии. Не открыта, потому что я неверно не посвящаю богослужение. Не открыта, потому что я равнодушен к служению нашего Господа Иисуса Христа. Воля Божья каждому христианину, верующему человеку, открыта полностью и нету никакой таинственности. Вся эта воля Божья очень ясная. Давайте вспомним Авраама. Давайте вспомним тот пример, когда Бог захотел истребить Содом и Гамору. И когда Он захотел истребить Содом и Гамору, Бог понимал, что там, в Содоме и Гаморе, находится вот племянник Авраама. И Бог знал, что Авраам очень любил своего племянника. И Бог говорит, сохраню ли я, удаю ли я эту тайну от мужа моего веры Авраама? И Бог отвечает, нет. И Бог сказал Аврааму, что он хочет истребить эти города Содом и Гамору. И когда Бог открыл именно Аврааму свою волю, Авраам молился. Господи, если там будет 30 праведников, неужели ты истребишь эту землю? Бог говорит, нет. Если 10, если 7, и там, ну если 3, и там не нашлось даже троих праведников. Но там был плод праведный, учился душою. И по молитве Авраама он вывел его из этих городов. И тогда он истребил эти города огнем и силой. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы видим, что верующим людям Бог открывает свою волю. И Бог ничего не скрывает от верующего человека. Сегодня христиане все знают волю Божью. И апостол Павел пишет христианам и говорит, не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычаев. Это воля Божья, дорогие друзья, братья и сестры. Он открыл эту волю Божью. Но мы продолжаем говорить. А мы не знаем, нужно ли посещать богослужение. А это не обязательно, и так далее, и тому подобное. Но Бог четко и ясно говорит о том, что Он открывает нам свою волю. Давайте посмотрим, например, Христа. Христос является для нас примером жизни, когда Он здесь был на земле. Он посвященный был муж исполнению воли Божьей. И вот когда Он идет на крестные муки, соглашается принять от Отца высший суд, чтобы понести на себе грех всех людей. И Он в Христианском саду молится. Не моя воля, но твоя воля да будет. Христос знал волю Отца Небесного. И Он пришел для этого, на эту землю, чтобы пострадать за грехи всех людей. Чтобы взять на себя грехи всех людей. Но было искушение. Но Он молился молитвой о том, чтобы не моя пусть воля будет, но твоя пусть будет воля. Вся Его жизнь это было стремление, посвящение Себя исполнению воли Отца Небесного. Иоанна 4 глава, 34 стих мы читаем. Христос говорит, моя пища есть творить волю пославшего Меня. Христос всегда стремился именно творить и исполнять волю нашего Господа Иисуса Христа. Христос распространяет это требование и на других людей. Чтобы и другие люди, верующие христиане, стремились исполнять волю нашего Господа Иисуса Христа. Вспомним, когда ученики, дорогие друзья, братья и сестры, приходят к Иисусу Христу с просьбой. Господи, научи нас молиться. И Иисус Христос учит учеников Своих молиться. И Он учит молиться и просить у Бога, что да будет воля Твоя на небе, как и на земле. Он учит молиться и строит жизнь в направлении Божьей воли. Он учит этому. Он не учит тому, что надо молиться Отцу Небесному. Господи, дай мне познать волю Отца Небесного. Господи, дай мне знать волю Отца Небесного. Но Он учит о том, чтобы воля Божья исполнялась в нашей жизни, как на небе, так и на земле. Мы знаем, дорогие друзья, братья и сестры, что воля Божья на небе исполняется беспрекословно. Но на земле воля Божья не исполняется непрекословно. Иногда люди нарушают волю Божью. Люди, которые не знающие Бога, не верующие, они вообще не исполняют волю Божью. А христиане иногда в своей жизни пытаются нарушать волю Божью, хотя Бог призывает их к исполнению воли Божьей. Когда мы говорим о воле Божьей, воля Божья – это то, что исполняет Сам Бог. И о воле Божьей говорит пророк Исаия, 46 глава, мы читаем с 9 стиха следующие слова. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен тот, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог определил то, что Он сделал сначала, и делает все, состоится. Просто Бог по-другому не может поступить. Его суверенная воля, она всегда выполняется и исполняется им. И мы, как христиане, должны стремиться исполнить волю нашего Господа Иисуса Христа. Но в чем же воля Божья сегодня для нас, для людей? Первое, из чего? То, что мы, как христиане, должны понять. Воля Божья, чтобы мы, все люди, имели спасение. Мы читаем первое послание к Тимофею, вторая глава с 3 стиха. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли поснания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, пришедший себя, предавший себя для искупления всех». А Петр говорит, «И не медлит», второе послание Петра, 3 глава, 9 стих, «И не медлит Господь исполнить обетование, как некоторые почитают эту медведину, но только терпит нас, и не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 1 Иоанна, 2 глава, 17 стих, мы читаем. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает в обет». Опять исполняющий волю Божью. Исполняющий волю Божью имеет жизнь вечную. Воля Божья, чтобы мы верили в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. И поэтому, если люди уверовали в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя, покаялись перед Ним, перед Иисусом Христом, в своих грехах, то воля Божья в том, чтобы вы жили во Слову Божьей. Воля Божья в том, чтобы вы исполнили заповедь Иисуса Христа в крещении. Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если люди, которые покаялись и поверили в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя, и они считают, что они все сделали, то, что говорит Слово Божье, то, что говорит Бог, и они выполнили волю Божью, а где ваше дальше выполнение воли Божьей? Это крещение, которое вы должны сознательно принять заповедь нашего Господа Иисуса Христа. Некоторые говорят, дорогие друзья, как мы крестились в детстве. Но на самом деле это крещение, которое ничего не несет, потому что никто маленького человека не может научить. Потому что эти маленькие люди не отличают правой руки от левой руки. Но говорят, у меня есть крещенная мать и крещенный отец. Но они взяли на себя большой грех, обязанности воспитать вас в духовном плане, ближе быть к Богу. А мы видим, эти люди, которые в детстве были крещены, стали блудниками, стали пьяницами, стали наркоманами и так далее, и вообще не служат Богу. И только некоторые люди говорят, дорогие друзья, что только на праздники где-то до 5-10% посещают церковь. А все люди крещеные, и они не посещают церковь. Поэтому, дорогие друзья, это не выполнение воли Божьей до конца. И есть некоторые люди, которые говорят, ну я выполнил волю Божью. Но на самом деле вы не выполнили ее. Потому что написано, идите научите все народы, крестяй их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Научить можно только взрослого человека. И крещение это обещание доброй совести. И, дорогие друзья, что может обещать человек, который абсолютно ничего не понимает? Он ничего не может обещать Богу доброй совести. Поэтому, дорогие друзья, воля Божья, чтобы все люди спаслись. Ни один человек, не поверивший в Иисуса Христа, как Господа, не может познать до конца волю нашего Господа Иисуса Христа. Только тот, кто уверовал в Иисуса Христа, получил духовное возрождение, может понять до конца волю Божью. И он знает эту волю Божью. И этот человек, который получил духовное возрождение, и этот человек, который принял Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя, он познает волю Божью, и он стремится дальше ее исполнять. Вспомните, дорогие друзья, в день Пятидесятницы, когда апостол Петр проповедовал, и люди обратились и сказали к Петру, что нам делать? А он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас. И в тот день около трех тысяч людей покаялись и тут же крестились. Люди только, которые возродились от Слова Божьего, от Духа Святого. Люди, которые поискине покаялись и приняли Иисуса Христа, исполняют крещение. Вспомните, когда Филипп ехал и читал книгу Библию. Он читал 53-ю книгу, главу пророка Исаии. И Филипп пристал к нему. Филипп увидел, что он читает книгу пророка Исаии. И Филипп говорит ему, ты разумеешь, что читаешь? Он говорит, нет, как могу разуметь, если никто мне не объяснит? И он начал объяснять эту аемную условию Божьей. И когда, дорогие друзья, он объяснял, Филипп рождается вера. У него, дорогие друзья, происходит новое рождение. И он говорит, что мне препятствует креститься? Вот вода. И когда у него появилось это духовное возрождение, то Филипп говорит, ничто. Если веришь, что Иисус Христос Сын Божий, то, возможно, он говорит, верую. И они приказал, он остановится колесница, сошли, и Филипп и Ему сошли в воду, и он крестил его. И поэтому возрожденный человек, человек покающий, человек верующий, обязательно будет исполнить именно заповедь Христа в крещении. Поэтому, дорогие друзья, мы много примеров видим из жизни первоапоштинской церкви, как они исполняли волю, ну, Отца Небесного. Поэтому нет ни одного человека, не поверившего в Иисуса Христа, как Господа, не может познать волю Божьей. И поэтому иногда мы должны проверить, получили ли мы возрождение, покаялись ли мы серьезно перед Господом, и изменилась ли моя жизнь и мое отношение к Иисусу Христу. Мы должны себя проверить в этом. А может, это было у нас ложное покаяние, ложная вера, ложное возрождение, которое нам кажется. Если нет, то дальше идти нам исполнить заповедь Христа и служить Ему, то это все происходит, возможно, ложное в нашей христианской жизни. Нет, дорогие друзья, братья и сестры, смысла искать волю Божью в браке, в работе или в карьере, если вы не спасены. Очень часто христиане молятся о своих детях, о своих родных. И на первом месте всегда стоит Господи, благослови их работу. Господи, дай, чтобы моя дочка поступила в институт, чтобы мой сын закончил институт. Но о спасении мы молимся очень мало. Проверьте ваши молитвы. Просто сколько вы молитесь о спасении и сколько вы молитесь о благословении в браке, работе и так далее. Да не может быть этого благословения, потому что они не знают воли Божьей. Только спасенный христианин, возрожденный христианин от Духа Святого и Слова Божьего, знает волю Божью. Он может иметь благословение в браке. Он и может иметь благословение в работе и карьере. Тогда Бог благословляет его своим благословением. Не человеческим благословением, а своим благословением. И эта семья христианская, если они исполнили волю Божью, получили спасение, они имеют благословение и в браке, на работе, и в карьере. Потому что, дорогие друзья, братья и сестры, это дает нам благословение. Потому что спасение является самым высшим благословением в жизни человека. Если вы не спасены, то и у вас нет права просить у Бога открыть вам волю Божьей. Неверующие люди часто молятся, и некоторые задают вопрос, отвечает ли Бог на них молитва. Да, может на некоторые молитвы ответить, но они не знают воли Божьей, и Бог им не может открыть. Вы знаете, как часто, иногда мы знаем волю Божью и уходим от нее. Особенно спасенные люди. Вспомните пророка Иону. Он знал волю Божью. Он знал волю Божью, что нужно благовествовать, идти в неевию и говорить Слово Божье этим людям. Но он не захотел. Он побежал совершенно в другую сторону. И есть христиане, которые не хотят исполнять волю Божью и бегут в другую сторону. Но помните, Бог, Бог и вас и там найдет. Для того, чтобы вы могли до конца выполнить Его волю. Но выполнение этой воли Божьей, оно, дорогие друзья, обычно приносит вам печаль. Иону, нет, вот Иона выполнил волю Божью. Но потом он не радовался, а принесла ему печаль. А когда мы, как христиане, всегда говорим, Господи, дай мне исполнить волю Божью, тогда, когда мы выполняем волю Божью и желание исполнить ее, к нам печаль это не приходит. Поэтому, дорогие друзья, каждому человеку надо учиться исполнять волю Божью. Итак, воля Божья в том, чтобы все люди спаслись. Второе. Воля Божья, чтобы мы исполнялись Духом Святым. К сожалению, христиане сегодня очень мало думают об исполнении Духом Святым. Они много думают о многом. И о успехах на работе. Они думают, как лучше отдохнуть. Они думают о том, как лучше заработать. Все это хорошо. Но когда христиане не думают, как исполняться Духом Святым, то он не может знать воли Божьей. Когда христианин не думает, как исполняться Духом Святым, и чтобы всегда исполняться Духом Святым, он не может преодолеть те искушения, испытания, которые бывают в его жизни. Апостол Павел, Ефесянам, 5 глава, 17 стих. Мы читаем такие слова. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Назидаясь на них себя псалмами, словословими, песнопениями духовными, паяй вас, паяя в сердцах ваших Господа. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу страхи Божьей. Если, дорогие друзья, братья и сестры, мы исполняемся Духом Божьим, то мы не можем исполнять волю нашего Господа Иисуса Христа. Как мы можем исполняться Духом Святым? Когда мы поем кивни, когда мы читаем Слово Божьей. И, по-моему, в то воскресенье было пробоведь, брак Владимирович поведал, и он говорит, иногда нужно, может быть, включать песни. Мы идем в наушниках и слушаем неизвестно иногда, какие песни. Мы, может, едем в автомобиле, мы, может, невозможно, слушаем видеопередачи, а ведь можно включать и слушать эти гимны, слушать проповеди. И таким образом мы будем исполняться Духом Святым в нашей христианской жизни. И когда мы исполняемся Духом Святым, то мы находимся под контролем Святого Духа. Когда мы погружаемся в истину, и в истину Слова Божьего, то Слово Божье господствует над нами, и наш разум наполнен Словом Божьим. Воля Божья есть освящение также наше. Христианин должен это знать, потому что апостол Павел пишет, первое, в Иисус Локийском, четвертое глава, в третьего стиха. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти и похотениях, как и язычники, и знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконным и коростолюбивым, потому что Господь, мститель за все это, как и прежде мы говорили вам, и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорный не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого. Воля Божья есть освящение ваше. Освящение – это объявление от греха. В свое время, дорогие друзья, братья и сестры, когда мы обратились к Богу в молитве покаяния и приняли Иисуса Христа, мы отделились от греха. Но некоторые христиане не стали на путь освящения и не идут в жизни по пути освящения и не отделяются от греха. А апостол Павел говорит, воля Божья, есть освящение ваше, чтобы вы, что, воздерживались от греха, нам нужно подальше держаться от сексуальных грехов. Достаточно, мы должны быть так далеко, чтобы быть отделенным от этого греха. Некоторые христиане испытывают себя в этом вопросе. Ну, я верующий христианин, Бог мне до силы, я могу победить. Представьте себе, если сегодня не надо куда-то идти, не покупать гигазет, компьютер, и вы откроете неродный сайт, и вы будете говорить, ну, я христианин, со мной ничего не случится, и так далее, и тому подобное. Я могу победить этот грех. Друзья, с этим грехом надо бороться. И настолько быть далеко от него, чтобы быть отделенным от него. Вот на таком расстоянии, дорогие друзья, вы от этого греха не отделены. Вы в нем находитесь, в этом грехе. Да, вы, может быть, еще не совершили этот грех физически, но умственно вы уже совершили этот грех. В своем сознании вы уже совершили этот грех. Потому что Христос говорит такие слова. Кто посмотрит на женщину с возделением, я вам говорю, что вы уже прелюбодействуете. просто посмотрите. Ведь можно увидеть и за 50 метров. И это расстояние, убегать от этого греха, это, дорогие друзья, плохое. Но нужно так достаточно далеко убегать, чтобы быть отделенным от этого греха. И тогда, когда мы отделены от этого греха, мы не можем совершать этот грех. и мы можем жить святой христианской жизнью. Далее апостол Павел говорит, отделение от греха это соблюдать свой святости и чести. Что это? Так, чтобы почитать Бога. Только тогда, когда мы свое сердце, свой разум держим святости и чести, мы почитаем Бога. Мы уважаем Бога. Мы благодарим Бога. Мы прославляем Бога. Но если наш разум, но если наше сердце не находится в святости, мы не можем почитать Бога. Вот почему люди сегодня не почитают Бога. Они готовы почитать всех святых. Но это хорошо. Но за святыми почитаются и другие люди. Но все люди грешные. Поэтому это легко почитать. Но Бога можно почитать только святости и чести. И далее, когда мы идем по пути освящения, не поступать с братом противозаконно и корыстолюбиво, не использовать людей ради своей выгоды, ни при каких обстоятельствах. Как часто, дорогие друзья, в жизни человека человек всегда хочет использовать другого человека ради своей выгоды. Но если мы идем именно по пути освящения, то мы этого не будем делать. Поэтому пусть нас Господь благословит, исполнять волю Божью, потому что воля Божья есть освящение. И последнее, на чем хотел бы я остановиться, воля Божья, чтобы вы, мы повиновались Богу и друг другу. Иакол пишет 4 глава 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и обижит от вас. Поковоритесь Богу, повинуйтесь друг другу. Здесь говорится о смирении нашим предбогом. Поэтому это тоже воля Божья. Итак, дорогие друзья, я еще раз хочу прочитать этот стих, который мы читали в Солом 142, 10 стих. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благей, доведет меня в землю правды». Поэтому, дорогие друзья, пусть это будет наша молитва. Как христиан, верующих людей, Господи, научи меня исполнять волю Божью. Сегодня мы слышали из Слова Божьей, что Бог нам открыл Свою волю верующего людям. Он от нас ничего не скрывает. Мы знаем, мы познали Божью, Божью. Сегодня мы слышали, в чем воля Божья? В том, что мы посвящали богослужение, в том, чтобы мы имели спасение, в том, чтобы мы исполнялись Духом Святым, в том, чтобы мы шли по пути освящения, в том, чтобы мы повиновались нашему Господу Иисусу Христу. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Аминь.